Ну что же, как клиницист, но такой себе небольшой, такой маленький, скажем так, я начну с самых основ и представлю вам обзор по поводу РДС и по поводу, как мы пришли к менее инвазивному применению сурфактанта. То есть, если мы посмотрим на базовые моменты, основные факторы, которые могут приводить к хроническому заболеванию, заболевание тенатальное, профилактика бетаметазоном, это избегание механической ИВЛ и использование сурфактанта. И когда мы посмотрим на физиологию РДС, мы видим, что среди причин мы видим дефицит сурфактанта, но также незрелость структуры легких. То есть, особенно в каналикулярную, канальцевую фазу и около 60% поверхности дыхательной есть, только работает в сравнении с доношенными детьми. Незрелость респираторной системы тоже играет роль. Это верхние дыхательные пути, это трахея, это грудная клетка, гортань и так далее. То есть, когда у нас дефицит сурфактанта, снижается комплайенс, альвеол, податливость, и при вдохе нужно больше давления. Также идет коллапс альвеол и нет фоэ. И повторное открывание при следующем вдохе иногда дает сдвигающую такую силу, и тогда запускается воспалительный каскад, который воздействует на геолиновые мембраны и утолщает мембрану альвеолокапиллярную. И в результате мы, расстояние диффузии становится более длинным, и мы и получаем такую проградиентную, постепенную недостаточность дыхательную. То есть, мы видим по симптомам это бледность, цианоз, мы видим недостаточный, так сказать, газообмен, и также недостаточное фоэ. И также, что мы видим, это парадоксальное дыхание, сниженная податливость легких, идет межреберная ретракция, потому что нет возможности для межреберных мышц работать адекватно. То есть, есть еще также экспираторная одышка, наблюдается как компенсация для того, чтобы продуцировать фоэ. Это как бы ауто-пип называется. И также тахипное наблюдается, начало следующего вдоха, до конца еще выдоха, и для того, чтобы опять-таки продуцировать фоэ. Мы все знаем шкалу Сильвермана по РДС, и сейчас, если мы посмотрим на возможности терапии РДС, у нас есть четыре таких основных опций лечебных. Есть кислород. Мы уже слышали утром, что нам нужно больше, так сказать, использовать СИПАП. Есть также интубация ИВЛ, и кокопцы, и сурфактант. И теперь, если мы сфокусируемся на кислороде, то это, в принципе, старый препарод медикамента. Это еще, то есть, уже давно используется, также с конца 19-го столетия, спасло много жизней. Но неконтролированная подача может приводить к ретинопатии. Например, вот Стиви Вандер, он был недоношенным, и вот он, к примеру, ретинопатии. И сейчас мы переходим больше на СИПАП. У нас есть, скажем, агент, который стабилизирует в конце фазы выдоха и подавляет проникновение интерстициальной жидкости в альвелы. Это стандартная процедура, которую начали применять в скандинавских странах. Также по сурфактант, это тоже старый препарат. И первая публикация появилась в 80-м году, Фудживара. И мы знаем, есть разные, скажем так, бычи и сурфактанты свиньи, но это не тема сегодняшней лекции. И есть много очень исследований, которые показывают безопасность, эффективность сурфактанта. И если мы сейчас посмотрим на принцип действия, есть кислород улучшает оксигенацию с помощью более высокой концентрации в альвелах, но не влияет на газообмен. По рискам повышается риск оксидативного стресса. Если это СИПАП, принцип действия, то есть увеличивается площадь газообмена, стабилизируются дыхательные пути, снижается работа дыхания, меньше потребление кислорода. И также идет предотвращение коллапса в конце выдоха. Меньше интерстициальной жидкости попадает в альвелы. И меньше геолиновых мембран среди рисков, это утечка воздуха может наблюдаться. Также может быть поражение альвел из-за давления и эмфизема, пульмонолегочная, механическая вентиляция. ИВЛ действует как СИПАП и имеет еще гарантированный минутный объем. Снижается индуцированная травма, ой, извините, повышается индуцированная давлением травма, травма индуцированная объемом баротравмок среди рисков. Сурфактан дает нам, выстилает альвелы и улучшает комплайнс, податливость легких. Также это предотвращение получения интроальвеолярной попадания жидкости в альвелы, снижается работа дыхания. И теперь, если мы сфокусируемся на исследованиях, которые сравнивают СИПАП и интубацию, то есть три таких крупных исследования – САППОРТ, КОИН и ВОН. Оксфордское исследование, исследование САППОРТ включило в себя детей от 24 до 27 недель, 6 дней, 1316 пациентов было включено в это исследование. И там не увидели разницы по показателям смерти или БЛДД между СИПАП и контрольной группой, и не видели разницы по только лишь смерти, а не комбинированному показателю. Если мы посмотрим теперь на исследование КОИН, здесь мы видим, что включались дети сюда 25, 28 недель плюс 6 дней, туда включено 610 пациентов в это исследование. Также тут не показана разница по комбинированному показателю смерти БЛДД между СИПАП и контролем, и нет также разницы только лишь по показателю смерти тоже. Теперь исследование ВОН. Оксфордское включило исследование от 26 недель до 29 плюс 6 дней, 648 пациентов было включено в это исследование, и также не было разницы ни по комбинированному показателю смерти и БЛДД, ни по смерти как отдельному показателю между СИПАП и контрольной группой. И теперь, когда мы сейчас можем говорить, что по данным САПОРТ КОИН и ВОН продемонстрировали одинаковое значение СИПАП и ИВЛ, но все-таки есть разные. И мне по поводу основной терапии по поводу РДС, потому что это все касается еще сурфактанта. То есть вопрос встает, ну какой выход? Есть два момента. Есть иншор, процедура иншор, да, или менее инвазивное применение сурфактанта, ЛИЗа. И нам нужны данные. Итак, первая это процедура, как бы да, иншор называется. Эта процедура была описана впервые в Эрдерам в 1992 году. И нужно понимать, что было две стратегии. Интубация тонким эндотрахеальным катетером или интубация вентиляции с позитивным давлением для введения сурфактанта. Сейчас лидирующая опция, это считается, что сурфактант нужно распределять в легких с помощью вентиляции с положительным давлением. Поэтому вот применяется теперь процедура иншор. И есть много проспективных рандомизированных контролированных исследований и показывает снижение использования ИВЛ теперь. И нет существенного снижения по показателям БЛД в сравнении только лишь с СИПАП. Есть тенденция к снижению риска БЛД. И комбинированный результат, скажем так, тоже есть снижение немножко по комбинированному показателю смерть и БЛД, и по утечкам. То есть мы можем сказать иншура, это не менее инвазивная процедура, потому что дети все еще интубируются, вентилируются, хотя более короткий период времени. И особенно очень незрелые, еще не новорожденные, у них может быть все-таки поражение легких, связанное с вентиляцией с положительным давлением. Поэтому какие сейчас другие пути неинвазивного применения? Есть обзор в журнале JAMA за 2014 год, и есть у нас возможность фарингеального применения сурфактанта сразу после рождения ребенка, еще до первого вдоха в ротоглотку. Есть возможность небулизации, распыления сурфактанта в дыхательный газ и в спонтанное дыхание СИПАП или ИВЛ, через ИВЛ. И еще есть какой способ, это может быть ларингеальная маска, это значит применение сурфактанта через ларингеальную маску, и потом краткосрочно ППВ. И последнее, у нас есть возможность использовать эндотрахеальный катетер. Это значит применение сурфактанта через тонкий катетер, который ставится с помощью прямой ларингоскопии вместе с СИПАП или без СИПАП. И когда мы, скажем так, обращаем внимание на фарингеальное применение, то есть это нужно установить тонкий катетер в глотку сразу после рождения, еще перед, скажем так, черем, перед началом дыхания. Но нет сейчас исследований, по которым можно было провести как рановский анализ. И нет других исследований, в которых бы применялись сурфактант, который сейчас используется. Применение через ларингеальную маску, это тоже можно делать для детей, у которых масса тела выше, килограмм 200 грамм. Но до этой массы тела нельзя применить ларингеальную маску. Сурфактантное распыление можно, но проблемы – это высокая доза нужна. Вторая проблема – это оптимального распределения в легких. Но эта проблема еще не решена. Но сейчас, если мы сфокусируемся на детях с экстремально низкой массой, у них самый высокий риск РДС и осложнений РДС, и им больше всего бы подошла комбинация СИПАП и сурфактант. Но, однако, мы видим, что очень часто СИПАП не срабатывает у них, и очень высокие показатели неудачной экступации после процедуры иншор. Поэтому в 2001 году Ангела Крипс из Кёльна опять взяли модель Вердера. Это значит применение сурфактанта через тонкий катетер во время спонтанного дыхания. На практике в своей группе использовались щипцы могил и тонкий эластический катетер. Есть второй метод для этой манипуляции процедуры. Его описывают как метод Хобарта. Используют жесткий артериальный катетер без щипцов могил. И сейчас, если мы вкратце посмотрим на эффекты ЛИЗа, да, то есть мы видим снижение ФИО-2. Мы видим возможное снижение давления СИПАП, снижение необходимости вентиляции с позитивным давлением в первые 72 часа и тенденцию к более краткой продолжительности ППВ, СИПАП и кислорода. И до 27 недель мы видим ниже смертность, ниже показатель ВЖК и меньше утечки воздуха. И когда мы рассматриваем побочные эффекты этой процедуры, мы видим, что 10-20% более чем одна попытка должна быть для установки катетера. И есть риск апноэ, брадикардии, десатурации. И тогда нужно делать вентиляцию через маску. Это Кёльнский собор. Откуда я? А это Ангела Крипса, которая из Кёльна. Первая ее работа была называлась «Введение сонфракта через эндотрахеальную трубку при спонтанном дыхании». Была опубликована в ноябре 2001 года. Вот так выглядела первая публикация. И она представила данные по исходу по GNPI. Это немецкое, австрийское и швейцарское общество неонатологов. И она показала нам данные, которые очень всех впечатлили. В основном это касалось того, когда мы смотрим на смертность, то она увидела, что на 23-й неделе она увидела 19% летальность на 24-й, 14,8%. Процентная летальность на 25-й, 17%. И в целом, включая 22-ю неделю, 20-й, 61,5%. И сейчас, когда мы фокусируемся на БЛД, то мы можем увидеть тоже значительно низкий такой показатель. Если мы посмотрим теперь на график, то мы увидим, что уровень выживаемости – это красная кривая, достаточно высокий, оранжевый – это уровень выживаемости без БЛД. Зеленый показывает выживание без БЛД и без осложнений со стороны мозга головного. И я хочу сейчас обратить ваше внимание на основные моменты нового введения. Нам нужно вводить сурфактант рано при спонтанном дыхании. Мы должны стимулировать, как бы промотировать спонтанное дыхание. Мы должны снизить стресс и избегать гипотермии. Каким же было ведение до настоящего времени? Оно было понятно, что те дети, которые родились до 27-й недели, им нужен был сурфактант, а сурфактант наиболее эффективен, когда его дают рано, вводят рано, то есть за первых три часа жизни. Поэтому мы увидели, что мы проводили такую интубацию детей, плюс сурфактант. Но мы не старались как-то промотировать спонтанное дыхание и минимизацию стресса. Вот здесь вы видите некоторые фотографии из Альцбурга. Это такие контрольные списки для выполнения этой процедуры. Вот это такие графики, которые мы назначаем препараты лекарственные при разной массе тела. И вот опишу вам саму процедуру. То есть это место, где проводится реанимация. То есть вы видите здесь такая пластиковая пленка для того, чтобы избежать охлаждения. И вы видите девайс с клапаном бельменистом. Что мы должны сделать? Мы должны обеспечить положительное давление экспиратурное на 23 милибара. Есть другие возможности и варианты. Мы можем обеспечить его неопафом или перивентом. И можем использовать тоже трубку неоти. Вот сейчас, если мы посмотрим на разные возможности, то мы должны сказать, что клапан бельменистом обеспечивает 22 милибара ПИП с потоком 20 литров в минуту. То есть это хороший поток кислорода. Когда мы используем перивент или НЕПАП, нам нужно 15 литров в минуту для того, чтобы обеспечить 20-23 милибар ПИП. Оно должно быть подогретой и увлажненной. И ФИО-2 на начале должно быть 0,3-0,4. То есть вот такая ситуация, когда мы начинаем реанимировать вот такого ребенка. Основные моменты заключаются в том, что ребенок должен лежать на правом боку, для того чтобы мы могли давать СИПАП ему через лицевую маску. И ждать. Мы просто следим за ЧСС, и нас даже не волнует, если сатурация достаточно низкая. На второй минуте мы проводим пульсоксиметрию. На пятой минуте мы меняем. Переходим с лицевой маски на СИПАП назальный. То есть вы видите здесь клапан бенвиниста на этом слайде. На седьмой минуте мы вводим ОРОГАСТРИК в зонт. На десятой минуте мы обеспечиваем венный доступ и вводим кофеин 20 мг на килограмм 15 минут. А вот это вот щипцы-могила и трубка, которую мы используем для интубации трахеи. Она должна быть где-то на 15-20, под углом 15-20 градусов, чтобы облегчить интубацию. И здесь вы видите, что вот ребенку сейчас около 20 минут жизни. он заинтубирован и стоит у него в ОРОГАСТРАЛЬНЫЙ зонт. На этой фотографии вы видите здесь вот этот зонт и глотку, вход в глотку. А тут вы видите интубация, как проходит, и вот трубка стоит. И на 20-25 минуты начинается медленная подача сурфактанта, введение сурфактанта. А на 50-й минуте процедура должна быть завершена. Теперь, когда вот мы посмотрим на некоторые данные, из вены вот в частности, то мы видим, что когда мы смотрим, что выживаемость общей группы, она не такая значительная, а если мы посмотрим на выживаемость детей 23 или 23 плюс 6, то здесь есть значительные отличия в выживании, если мы сравним с другими сетями. Если мы посмотрим на выживаемость с 23 и 25 плюс 6, тоже мы увидим значительное, что выживаемость эта повышается в группе исследования, но она не имеет статистического значения, как в группе 26 плюс 27 плюс 6. Значит, что касается ВЖК, значительных отличий нет, тяжелых случаев ВЖК тоже незначительны. Мы видели очень мало кистозного ПВЛ и очень мало тяжелых таких поражений головного мозга. Когда мы смотрим на любые случаи ретинопатии недоношенных, то мы видим незначительное значение. Если это ретинопатия больше второго стадии, то видим, что здесь значительное снижение. Практически никаких отличий по НЭК нету. И значительно больше открытого боталового протока в группе исследования. И что самое важное, что нету никаких отличий по утечкам воздуха, но есть очень значительные отличия по хроническому болезни легких. Вот данные из Альбурга. Это была группа, которая выжила, она составляла 81,8. В группе 23,23 плюс 6, 66,7 процентов. Выживаемость от 23 до 25 плюс 6 составляла 72,7 процента. Выживаемость от 26 до 27 плюс 6 составляла 87,5 процента. И отличий по какому бы то ни было ВЖК, в Альбургском мы видели больше тяжелых случаев ВЖК и видели больше случаев тяжелых поражений мозга. Но мы не могли произвести данные полученные в Вене ни по простой ретинопатии, ни по тяжелой ретинопатии. Немножко больше было НЭК. И что касается показателя хронического заболевания легких, то он был немного выше, чем в Вене, но значительно меньше, чем в авторской сети. А это данные немецкой неонатальной сети, которая показывает, что нет риска увеличения утечки воздуха. И сейчас, когда мы ищем самые последние данные из неонатальной сети Германии, то мы видим, что в группе с 22 до 27 недели есть значительное снижение количества ВЛД или смерти, которое в сравнимых группах. Спасибо. Вот ребенок поступает. И что я хочу подчеркнуть в данной ситуации, это то, что вы должны быть очень спокойны. Вот, правильно позиционируйте, заверните в пленку, да, и вдаем СИПАП. В этой ситуации будьте очень спокойны, следите за ЧСС ребенка, но пусть вас сатурация не беспокоит. Профессор Бюрер сказал мне во время перерыва, что самым важным препаратом в этой ситуации является седативный препарат для неонатолога. Да, вот вы видите, первая вот сатурация такая. Это 70, но вы можете увидеть, что ЧСС нормальная. Да, 153, 4. То есть, теперь вы видите, ждут и проверяют, дышит ли ребенок, если дыхательные движения. Потом идет замена с лицевой маски на еще одну фарингеальную трубку. Вы видите, низкая сатурация была выше перед заменой, но нормальной ЧСС. 0,3, 0,4. Тут в этой ситуации 0,4. 0,4. Я перемотал чуть вперед. Вот, вы видите, сатурация улучшается. Гастральный зонт. Да, дышит, дышит. И вы видите, оксигенация тоже сейчас еще больше улучшается. Ну, теперь мы можем уже перейти, собственно, к применению сурфактанта. Глава. Я definitely Вы не используете пупочный катетер? Нет, нет, мы не используем. А используете пиклайн? Нет, мы используем обычный ревенозный доступ. Сурфактант вводится малыми дозами. И ребенок стабилен. Точно я не знаю, это метод Ангел и Крипс. Но точную причину я не знаю. Тут очень просто стимулировать ребенка. Сзади, видите, и вы чувствуете даже, есть дыхательное движение или нет. Если останавливается движение, вы просто аккуратненько по спинке гладите. Это более физиологичный подход, потому что тут ребенок, мы его вывели, скажем так, из положения эмбриона, в котором он был в утробе матери. Когда вы видите такую низкую сатурацию, помните, что внутри матки 70% сатурации в утробе – это норма. То есть там внутри, в утробе, мы как в Гималаях, на Эвересте. То есть не нужно быстро пытаться увеличить сатурацию. Ну, естественно, сейчас-то ребенок не в матке, но мы же не выводим очень быстро. Ну, а почему тогда вы не оставляете 60% в течение дней, там, каких-то? Ну, тут проблема, и вы ее знаете, что как только кишечник колонизируется бактериями, то они становятся агрессивными, могут стать агрессивными. И для кишечника нужно оксигенировать ткани, иначе будет риск НЭК. Это нам показало исследование БУСТ. Итак, я думаю, тут мы можем уже остановить видео. Мы поняли, спасибо. Какой интерфейс СИПАП вы будете в будущем использовать? Назофарингеальные моноканюли, бинозальные канюли или короткие канюли? В вашей клинике просто как? Мы используем инфант-флоу и маску и обычные канюли, и мы их меняем просто для того, чтобы уменьшить травму кожи, индуцированное давление. А скажите, пожалуйста, при введении сурфактанта у вас ребенок остается лежать также на правом боку, да, то есть положение вы его не меняете? Нет, меняем. Я забыл сказать, да, до введения сурфактанта мы меняем на спину, кладем. Спасибо большое за презентацию. Я когда-то, то, что я хочу у вас сейчас спросить, я когда-то этот вопрос задавал несколько лет назад вашей коллеге Анхелике Бергер. Хочу спросить о следующем. В тех данных успешных, которые вы нам предоставили здесь, вы включили всех пациентов, которые поступали к вам или рождались в клинике вашей? Или вы проводили эти методики только на так называемых условно-здоровых новорожденных с экстремально низкой массой тела? Потому что лично в нашей практике бывает такое, что рождается в клинике или в перинатальном центре ребенок с весом там 500-600-700 грамм, 25 недель, например, гестации. В такой акушерской ситуации, как преждевременная отслойка плаценты, массивное кровотечение, гипоксия, асфиксия. У меня даже были такие пациенты с родовой травмой, с сепсисом, которые имели все данные, мы ставили сепсис, врожденный в первые сутки жизни таким пациентам. И в наших случаях вопрос о методике введения сурфактанта и методике применения респираторной терапии, это был второй вопрос, а не первый. В начале выхаживания таких пациентов. Во-первых, я должен сказать, я не работаю в Венской клинике, но Ангелий Кубергер я знаю. Они полностью изменили сведение этих пациентов, таких пациентов несколько лет назад. И я знаю, что у них есть детки, среди которых нет экстремальной массы тела, да, то есть они переводятся, и они включали других пациентов. Скажите, пожалуйста, для чего вы использовали активную аспирацию желудочного содержимого? Сначала зонт был чист, а потом в фильме было видно, что была кровь. Не травматического ли происхождения это, и почему метод активной аспирации? Я не думаю, что это из-за травмы используется из-за высокого потока, 20 литров, для того, чтобы достичь 20 сантиметров ПИП. Да, то есть мы активно, должны активно убрать воздух из желудка. Такой вопрос еще. Как долго по времени подается поток 20 литров в минуту? Как долго? И потом, как меняется режим, если он меняется? На что? Когда закончена процедура, ребенка переведут в отделение, которое вот со следующей двери, 6 сантиметров будут поддерживаться водного столба на Infant Flow. У нас есть протокол, чтобы вводить его сразу после рождения, внутривенно. Сразу, да. Внутримышечно, внутривенно. Мы внутривенно будем.